Перехожу к книге, которую я обязательно выпущу, она, я надеюсь, появится здесь. Книга, вытекающая из многих моих размышлений, и которая по божьему промыслу попалась мне на глаза. Она никогда тоже не издавалась на русском языке, на немецком языке. Она вышла в 1938 году в Германии, естественно, это гитлеровская Германия. И я напомню, что по поводу книг в гитлеровской Германии нам показывают все время один и тот же кадр, как штурмовики швыряют книги в костер. Вы все это помните, и наверняка у всех в голове сложилось так, что немцы сжигали книги неугодных авторов. Так я скажу, что все прямо наоборот. Немцы сжигали книги неугодных авторов один раз. Вот то, что попало в хронику, один раз это было. Это было символическое сожжение, это не было изъятие из библиотек, это не было требования из частных коллекций забрать какие-то книги и так далее. Это была акция Германского союза студентов, которые собрали книги, которые считали разлагающими культуру, чуждыми. Даже там попалась одна из книг Джека Лондона, но одна. Это не значит, что Джека Лондон начали там изымать. И одна книга попалась. А что было, почему книга 1938 года нигде не появилась? Потому что после оккупации Германии состоялась тотальная зачистка. В особенности это коснулось советской зоны оккупации в Восточной Германии. Один только реестр запрещенных книг, это 150 тысяч книг. Ну, некоторые из них, ну не некоторые, может быть, значительная часть, а значительная часть запрет был снят. Но, тем не менее, до этого момента их почти все уничтожили. А некоторые книги уничтожались сразу, то есть без разговоров. Они не попадали, то есть они как бы сверх этого реестра. Ну, то есть я знаю цифры только по советской зоне, может быть, и по зоне, которую занимали англо-американские войска. Там тоже были какие-то уничтожения, массовые уничтожения книг. Но в советской зоне оккупации уничтожение было тотально. И, коль скоро что-нибудь, неважно, в связи с гитлеровской Германией, нет, издавалось в этот период или ссылались на эти книги, то есть в этот период ссылались на книги предшествующей эпохи, все это истреблялось просто под ноль. И требование было из всех частных библиотек, из всех публичных библиотек, все было, все книги были конфискованы, ну, какие-то остались, поэтому до нас кое-что дошло. И вот, в частности, книга, которую я представляю, она называется «Контертип», «Гигантип» по-немецки, «Контертип». Автор Эрих Рудольф Йенш, в те времена знаменитый психолог и философ. Никто его не знает, хотя в некоторых книжках он поминается. Он действительно был и психологом, и философом. И книжка – это такая вот психолого-философская, она содержит и то, и другое. Его натурные исследования психологического характера, точнее, не натурные, а лабораторные исследования психологического характера, и его философские размышления, то есть он как знаток философии, он показывает значимость взаимодействия философии и психологии. И почему вот эта книжка оказалась среди запрещенных? Ну, там мельком упоминаются евреи, мельком совершенно не им книжка посвящена, и мельком упоминаются там пару раз Гитлер, один раз Розенберг, один раз Рудольф Гесс. Просто они упоминаются, никакого разворачивания там нет. И, ну, как бы их мировоззрение. То есть там рассказывается собственное мировоззрение Йенша, такая сложная фамилия, пишется, по-русски принято писать через икраткое, Йенш. Вот, Эрих Рудольф Йенш. Он профессиональный, то есть образование у него было очень хорошее, кстати, математическое образование. Как психолог он практиковал, как философ он стал заведующим кафедрой философии в одном из немецких университетов. И сейчас не припомню, в каком марбурском, кажется. И с момента, когда он занял эту кафедру и до своей смерти в 1940 году, он просто очень был плодотворен, очень много выпустил исследований, книг, в том числе лабораторных исследований. Исследование проводилось чаще всего среди школьников, что было проще, но те выводы, которые сделаны, можно распространить и на взрослых. С взрослыми тоже проводились контрольные исследования, которые подтверждали общее представление о чем? О психологических типах, то есть типология психологических различий между людьми, которые отличаются от того, что, может быть, кто-то из вас типологию Юнга знает, экстраверты, интроверты, или типологию Кречмера, пикники, остейники, атлетики, вот там три типа, в зависимости от типа физической конструкции, соответственно, и психологический тип подтягивается. Здесь в большей степени отражается социальный портрет личности. И как раз обнаружение контртипа не только наблюдениями за, скажем, больными, которые очень часто в психологии наблюдают за больными, делать выводы о здоровых, у которых есть какие-то признаки, которые обнаруживают сходство с болезнью. Но это не болезнь, это норма, просто какие-то колебания состояния человека, он может впасть в состояние близкой к болезненности, но он здоров. Здесь больные типы не исследовались, только здоровые. И здесь типология, вот как бы две ветви психологических типов. Один интегральный, И-тип, и другой разлагающий тип, контртип, С-тип. Две ветви. Они тоже между собой подразделяются. И один тип, самый такой простой, простейший тип интегрированной личности, который обычно свойственен детям, ориентированным на свое окружение, но формирующим свой собственный характер, исходя из сигналов, которые приходят из этого окружения. С одной стороны, есть ориентация на внешнее, интеграция с внешним миром, а с другой стороны, постепенное формирование характера. С-один тип, как бы параллельный тоже тип, часто встречающийся, простой тип среди С-типов, тоже больше свойственен людям, но встречается очень часто и среди людей творческих профессий. В нем, наоборот, идет, то есть, с одной стороны, идет интеграция с внешним, с окружающей, с окружающей социальной средой, физической средой, естественно, но с другой стороны, выстраивается не собственный характер, а как бы антитип, характер, направленный против этого мира, против окружающих людей. И воплощаешься очень часто в то, что я увидел, и мне показалось это очень знакомым, когда дети, например, начинают рисовать какие-то очень вычурные картины или сочинять стихи с чрезвычайно вычурными ассоциациями. Это очень нравится учителям. Они же зачастую опережают сверстников в математике, поскольку у них внутреннее абстрагирование идет от внешнего мира, они начинают переживать математику, как не связанную с реальностью. И поэтому первоначально успехи у них достаточно высоки. Это простой S-тип. Соответственно, есть и два, и один тип. И один тип, интегральный тип в базовом типе человека, который является главным производителем культуры, если можно так выразиться. Этот тип, с одной стороны, уже интегрировал внутренний характер, но по-прежнему он ориентируется на реальность, которая вокруг него окружает. Он достаточно гибок в отношении этой реальности, и поэтому сохраняет большой творческий потенциал. Но у него уже есть внутренний стержень. S-2 тип выстраивает тоже свой стержень, но он выстраивает некий интеллект, который создает образ этого мира, не тождественной реальности, и потом стремится к подтверждению того, что этот мир таков, как он его себе придумал. Это как раз совпадает в политике с теми, кого иногда называют среди психологов левые психопаты. То есть это люди, которые выбрали какую-то идею для себя, и начинают ее, как вот в математике, аксиома, из нее начинает строиться целая теория. Эти берут какую-нибудь социальную идею. Но поскольку там математического формализма нет, это уже просто чистое выдумывание. Начинается выдумывание, как Маркс выдумал свою систему политэкономическую, основываясь исключительно на тех данных, которые он почерпнул из прессы, которые касались только пригородов Лондона. Больше нет, никаких мирового анализа нет. Вот он накрутил из пустяка целую теорию, которая как раз левым психопатам пришлась по душе. Как раз тип С1, очень часто, поскольку он ориентируется не на реальность, а на воображаемую реальность, он тоже к С2-типу пристыковывается. Есть теоретики, есть практики революции. И есть еще стержневой тип И3-тип, который свойственен больше всего крестьянству, который живет на земле, общается с природой, с животными, с себе подобными. На основе простых технологий, простых отношений. И это как бы базис культурный. То есть производства культуры здесь нет, но это основной базис, который не позволяет легко так вот сдвинуть общество куда-нибудь вот этим левым психопатам. Вот как раз им противостоит. И И3-тип. Соответствующий С3-тип, Йенш не обнаружил и об этом честно сказал. Но мне представляется, что такой тип существует. Существует это еще более опасный тип, чем С2. Это тип, который знает, что реальность существует, знает о том, что его реальность, которую он воображает, противодействует этой реальности. И стремится реальность невоображаемую, а существующую, уничтожить и заменить своей. То есть это уже такая вот целенаправленная деятельность по уничтожению социального мира, государственности, правовой системы и так далее. И когда я вот эту всю картинку увидел, то я просто был поражен. Весь мой жизненный опыт показал, что вот именно с такими людьми я постоянно и сталкиваюсь. То есть вот либо интегрального типа, интегративного типа, либо разлагающего типа, вот С-типы. Вот об этом, собственно, книга, но она еще снабжена философской системой, которая показывает, что в период гитлеровской Германии развитие немецкой философии не остановилось. То есть были выдающиеся философы, в том числе и Енша тоже можно отнести к вот этой традиционной философской школе, которая опиралась там на Канта, на Гегеля, на Ницше, которые и сегодня являются классической немецкой философией. Она умерла не с этими классиками, она умерла, когда произошло истребление немецкой литературы, любой, которая существовала в период гитлеровской Германии. То есть с грязной водой выплеснули и ребенка. И на этом, можно сказать, немецкая философия закончила, хотя отдельные, я знаю, Пурта Хюбнера в свое время читал, великолепный философ, философ политический, но о нем никто не знает, он как классик в нашей стране нигде больше неизвестен, но перевод его книги, я не знаю, лет 30 назад, наверное, я про чем называл, книга называется просто в русском переводе «Нация». Вот «Философские основы нации» Курт Хюбнер издал, но он ему уже, я не знаю, к 2000 году, наверное, ему было уже под 100 лет. То есть он тоже относится к поколению тех, кто жил в период гитлеровской Германии. Правда, Курт Хюбнер сбежал от нацизма, но кто-то оставался жить и продолжал свою научную деятельность, продолжал творить. И я обращусь еще к моменту, о котором я упомянул, о том, что в науке тоже вот эти S-типы, в науке, в культуре, эти же S-типы, они строят фиктивную реальность. Иногда это очень продуктивно, особенно у нас старки какого-нибудь научной дисциплины, то есть абстрагировались от реальности, построили некую конструкцию, но потом к реальности надо вернуться, сравнить, насколько эта реальность совпадает с тем, что мы тут напридумывали. В том числе в тех вопросах, которые трудно проверить в эксперименте, в физике элементарных частиц очень часто, но трудно поставить эксперимент, колоссальный коллайдер могут построить для того, чтобы что-то там проверить, найти бозон Хиггса, так называемый. Ну, это как бы в сторону. Но вот в науке тоже это воображаемая реальность, и в том числе, если философия не совсем наука, или даже вовсе не наука, в ней тоже выстраивалась мыслительная схема о том, как вообще человек мыслит, как он познает в отрыве от реальности. Это началось в 19 веке, и в 20 веке продолжилось, а коль скоро обрубили вот эту реалистичную философию, то как бы пошло все. Философия называется то, что с реальностью не имеет никакой связи. Вот это как бы основной признак философии наших дней. Никакой связи с реальностью или связь только с умиранием, как там, не знаю, философия Хайдеггера, которая вся такая вот основанная на упадке и продолжает одну из линий Ницше, но только одну из. И поэтому вот философия такая, скажем, тоже дегенеративная. Если вы знаете, вот есть современные философы в России. Русская философия ведь тоже закончилась, но закончилась она несколько позже в эмиграции. А немецкая философия, можно сказать, закончилась в 45-м году. Ее просто отрубили и все. На этом эпоха завершилась. А естественные науки тоже, в них выстраиваются вот эти фиктивные образы реальности. Они получают популярность, люди там получают академические звания, ученые степени, пишут, я вот в свое время, когда еще писал диплом, нет, я уже писал, нет, наверное, диссертацию уже писал, я прочел толстенную книгу своего ректора, который при мне был, и я подумал, ну вот, значит, надо прочитать книжку о формировании климата на планете Земля с привлечением естественной научных теорий. И я прочел, эта книга не имеет никакого отношения к реальности. Это я понял вот уже тогда, я ее никак не мог использовать, потому что, ну, как говорится, взгляд и нечто. Страниц много, формул много, к реальности никакого отношения, никакой прогностической силы, никак проверено она быть не может. Вот, объем большой, звание у автора академик использовать нельзя. А вот линия, которая связана с восстановлением роли естественных наук, она как раз опирается на то, что вот я говорил, Илья Пригожин, его книга «Порядок из хаоса» и «Теория сложности», которая вышла на передовой фронт науки и показала, что естественные науки подступают к той степени сложности, которая встречается в науках о природе и человеке, в живой природе и человеке. Которая говорит о том, что нет в сложных системах, не может быть никаких расчетных формул, которые отсюда и до бесконечности могут предсказать судьбу системы, даже если она условно непроницаемой границей для энергии, вещества и так далее. Даже если такая система условная существует, и она имеет определенную степень сложности, она ведет себя как живое. Невозможно предсказать ее судьбу, начиная с какого-то момента. В зависимости от того, с какой точностью определены исходные условия. То есть это математические ряды с расходящимися значениями. Бесконечности в природе не существует. И если вы берете какую-то математическую модель, вот она расходится, расходящиеся ряды. Это значение все большее, или колебания все большее, вплоть до бесконечности. Это означает, что система, придуманная теоретическая система, перестает действовать. И Йенш как раз в своей книге говорит о том, что наука двигается, официозная наука двигается не в ту сторону, потому что она не позволяет познавать живое. Через те модели, которые были построены в 19 веке, это как бы бум физики, бум химии. Он приводит пример, что медицина химизировалась, она вся превратилась в фармакологию. То есть таблетки можно решить любую проблему, главное подобрать таблетку. А это уже не медицина. А мы сейчас находимся именно в такой ситуации. То есть химизация здравоохранения произошла так, что врачу уже ничего знать не надо, и ему, как тоже я встречался в своей практике, вы больны, вы не подходите ко мне, вы там вот сядьте на стульчик около дверей и расскажите, чем вы там больны. То есть тоже идет разложение не только научных концепций, разложение их в смысле подмены реальности вот этими фиктивными какими-то формулами или протоколами лечения, еще чем-то. В этом смысле идет разложение. И, соответственно, идет разложение социальных систем. То есть наука, культура, здравоохранение – это большие социальные системы, которые, с одной стороны, выстраиваются как административные системы с жестким регулированием, вот этими протоколами лечения, когда врач должен знать в простых случаях, как действовать и должен принимать быстрые решения. А с другой стороны, идет отторжение от реальности. А в некоторых случаях и намеренное искажение реальности, то есть подмена уже не образами какими-то, не символами, не теориями, а подмена самой реальности путем ее искажения. И, скажем, пандемии, которые обрушились на нас так внезапно, и уже сейчас всем понятно, что они не являлись какой-то случайностью или результатом случайного эксперимента, а были рукотворными, они воздействуют и на психику, а психика строит вокруг себя соответствующую культуру. На это Йенш указывает. Он говорит о таком биче начала 20 века или даже первой половины, как о туберкулезе. И он показывает, как изменяется психика человека при туберкулезных заболеваниях и даже заболевания еще в самой мягкой форме. А психика уже сломалась, она уже перешла в S-тип, и человек вокруг себя начинает создавать иную культуру, иную социум, и жаждет другой государственности, размягчения правовой системы, размягчения управляющих воздействий, чтобы все постепенно разлагалось и исчезало у него на глазах. А если представить себе, что вот эти формы заболевания, не только, вспомним тех же самых левых психопатов, Ульянов Ленин, больной сифилисом у него, это уже скрывали раньше, сейчас это все хорошо известно, изменение его характера, зафиксированное его биографией, оно как раз связано именно с этим. Он превратился в S-тип, который хотел все уничтожать, все истреблять. Поэтому его жестокие записки, расстрелять 100 человек и так далее, они все исходят из этого. То есть у него не только интеллект ослаб от заболевания, но и психика изменилась. И он, с одной стороны, казался цельной личностью для его соратников, несгибаемый, беспощадный к врагам, а это все следствие S-типа, все следствие психики. Это не значит, что у него там какой-то железно-твердый характер. Это у него железное представление о том, что мир должен быть таков, каким он сам его придумал, а не таков, какой он был на самом деле. Или там сухорукий Сталин, который нигде не учился, и в общем его знания были только самообразованием. У него тоже сложился там другой, можно привести пример. Это термин Ницше, рессентимент, когда человек все время попадает еще, начиная с детства и юности, в какие-то сложные ситуации, он все время сталкивается в каких-то конфликтах со своими сверстниками, его вытесняют на периферию социума, ему кажется, что он одинок, все его ненавидят, он всех начинает ненавидеть. У одних этот возрастной рессентимент переживается через творчество, то есть человек начинает творить что-то самостоятельно, не сообразуясь со своими какими-то конфликтными ситуациями, а есть деструктивный тип, когда действительно ненависть ко всему уже утрачивает источник, откуда она взялась, никто не помнит, никто не знает, но человек начинает давить на социум всеми своими фибрами своей уже искалеченной души и стремится к тому, чтобы этот социум завалился и превратился в нечто противоположное тому, что его уже вот эта мутная-смутная душа не принимает. Ну вот об этом я примерно очертил свое понимание. Достаточно большая книжка Эриха Рудольфа Йенша, «Контр тип». В исходном материале это 550 страниц, у нас книжка будет несколько толще, там будет большое предисловие страниц на 20 и где-то порядка 650 страниц. Вот такая книжка. Я думаю, что где-то недели через две, через три я передам ее в печать и мы ее предложим читателям, вам предложим распространителям книг. Я надеюсь, что эта книжка найдет людей, их немного способных освоить как вот этот синтез психологии и философии, который требует от человека ну как бы переступить через многие свои сложившиеся представления, которые ну как бы тоже искажают мир, потому что уже и Йенш пишет, что вообще-то эс-культура, она нас окружает и даже, хотя он принадлежал к нацистской партии, он говорил, что да и партия тоже насыщена этим самым эс-типом и поэтому многие мероприятия партии как бы оказываются в политике эс-типа. А надо вот выращивать этот интегральный тип, на котором основано и культурное творчество, и одухотворенный реализм, и даже вера тоже основывается на этом типе, на интегрированном типе, потому что верующего человека не столкнуть, у него уже вот этот характер его сложился, его не столкнуть, он не будет впадать в такое состояние, что значит стремится к тому, чтобы действительность вокруг него разлагалась и приобретала какие-то свойства выдуманные, а не традиционные, скажем, не традиционная культура, не традиционное общество, а нечто новое, другое, даже совсем неясное, и в каждый момент времени изменяющийся, как калейдоскоп, все это в представлении эс-типа выглядит именно таким образом. То есть и настоящая вера, настоящая религиозность тоже исходит из вот этих интегративных типов. Подчеркну еще раз в завершении, что это не абстрактная какая-то выдумка, вот человек посмотрел на общество, и ему показалось, что вот эти типы существуют. В книге Йенша приводятся его эксперименты и цифровые данные этих экспериментов. То есть это все проводили через зрительное восприятие, проводились люди, и там четко выделяются вот эти типажи. И если у них есть клиническая картина, то эта клиническая картина совпадает с теми изменениями, которые возникают в различных экспериментах со зрительным восприятием. Прямых линий, кривых линий, наборы точек, рисунков и так далее. То есть все это в книге есть. То есть есть основательная подпорка не просто взгляд и нечто, а практика психолога-экспериментатора, которая встраивается в его типологию, в его философию. И для нас он ценен именно как продолжатель классической философии, открывшей ту типологию, которая позволяет нам здраво увидеть, что творится вокруг нас. Продолжение следует...